Девушки отдыхают Ответчица не приобрела право на жилую площадь И я прошу суд выселить ее занимаемой площади И лишить регистрации Дело в том, что... Одну минутку, это разные вещи Вы требуете выселить или признать неприобретшим право? Она не приобрела право Вот это разные истины Она не приобрела право Я понял, продолжайте Значит, с ответчицей мы зарегистрировались в 2005 году Зарегистрировали брак Она немедленно переехала ко мне вместе со своими сыновьями К сожалению, сыновья оказались очень невоспитанными Сейчас им уже по 20 и 22 года Два ребят Они оказались нахальными Начали со мной все время спорить, ругаться Даже занимались рукоприсылатством Мне пришлось даже обратиться в милицию, чтобы составить протокол Такая ситуация у нас продолжалась практически почти с самого начала Сам дом, в котором я живу Живу всю жизнь Право собственности я приобрел по наследству Его строил еще мой дедушка Сейчас я занимаю половину дома Это 70 квадратов Право собственности у меня Свидетельство о праве собственности у меня также есть И вторую половину занимает моя родная сестра К сожалению, родная сестра вынуждена терпеть издевательства И хамское отношение со стороны детей моей бывшей супруги Да и с ее стороны то же самое Я люблю мою сестру И совсем не хочу, чтобы она терпела все эти издевательства и унижения Недавно мы с ней, с ответчицей развелись Развелись через АГС Перед разводом она обещала, что она освободит площадь и уедет Но свое обязательство она не выполнила Она сейчас требует с меня деньги за ремонт дома Ремонт производился по ее инициативе Мне ремонт этот не нужен был Она считает, что она сделала газ Провела газ, хотя газ провели бы мне и так Считает, что настелила полы Хотя полы для меня были достаточно теплые Крышу там сделала и прочие-прочие вещи Это как бы неотделимое улучшение жилищных моих условий То есть вы признаете, что работу по улучшению вашего жилья Ваша бывшая жена выполнила и финансировала За свой счет Она выполнила, да Но без какой-либо моей инициативы С моей стороны не было необходимости что-либо делать в доме Понятно, но она это сделала за свой счет или за счет совместных доходов? Практически она за свой счет делала За свой счет Я не участвую Очень хорошо, что вы это признаете Да, я признаю Поэтому я не знаю, для чего она это делала Потому что мне кажется, что она хотела не столько улучшить условия Сколько отделиться от моей сестры Чтобы она ее не видела, не слышала и прочее Я не знаю для чего, но во всяком случае она так сделала И я прошу суд, поскольку мы разведены Выселить человека И не только мою бывшую супругу, ответчицу ныне Но и ее детей Скажите мне, пожалуйста Вы сейчас опять повторили выселить Значит, получается так, что ваша бывшая жена сейчас проживает в этом доме? Да, да Ага, понятно Она проживает И она проживает на законном основании Потому что вы ее зарегистрировали Мы уже разведены Вы ее зарегистрировали, да? Понятно Теперь второй вопрос А дети ее проживают на законном основании? Они фактически проживают здесь Но они прописаны на территории своей бабушки У них трехкомнатная квартира А реально проживают в этом доме? А реально фактически Вы просили их не приходить в эту квартиру? Я все время говорю, что ради бога уезжайте Они не обращают на это внимания? Сейчас никакого внимания не обращают Ясно Они работают или нет? Они, я не знаю, я думаю, что они работают Понятно Вот, я очень прошу Я просто их боюсь Так, достаточно, спасибо Я понял вас Итак, вас зовут Спасибо Документы мы получим потом, позже несколько Хорошо Я их изучу Ольга Ивановна Да Вы являетесь бывшей женой Павла Андреевича, правильно? Да Понятно Вы сейчас здесь в суде, я так понимаю Представляете интересы и ваших совершеннолетних детей Ну, безусловно Передайте, пожалуйста, все документы, в том числе доверенность И после этого из сад документы получите Ольга Ивановна Ваши отношения к истинам? Все документы, да Вы знаете, Ваша честь Я хочу Выдвигаю встречный иск О признании дома общим имуществом И о признании права собственности на одну-вторую части мужа По той простой причине, что на самом деле ремонт был произведен мной После того, как я продала свой дом И все 750 тысяч, которые были выручены от продажи этого дома Это все ушло на улучшение этого дома То есть был проведен газ Было утепление сделано, облагорошено все Сделано водопровод, канализация Часто говорят, что тебе не нужно А тогда все нужно было Мне это не нужно Все было нужно Потом его сестра постоянно лезла в наши отношения Это было абсолютно невозможно Вот А когда я поселилась с сыновьями, извините, они еще были И вы отделили стеной, да? Да, да Мы отделили стеной Мы отделили вот эту половину Вот, она живет на своей половине Мы живем на этой половине Тем не менее, оскорбляете до сих пор Неправда Никто никого не оскорбляет уже давным-давно Ну, конечно Потому что, слава богу, уже не видимся Вот Вам известно о том, что для того, чтобы вложить деньги в ремонт дома Ваша жена продала свою дачу? Ну, я да Вы знаете об этом Продолжайте В общем, у меня в качестве свидетеля приглашен мой сын Вот Который может подтвердить Это еще к тому, что... У меня к вам вот такой вопрос А ведь ваши дети зарегистрированы в другом месте Вы знаете о том, что истец возражает против их проживания В целом незаконного проживания В доме, который принадлежит ему на праве собственности Почему они живут? Ну, как? С мамой? С мамой А свое жилье у них есть? Ну, там живет бабушка, моя мама и... Там трехкомнатная квартира Ну, как-то они привыкли Значит, вы ответьте, есть или нет? Есть Есть свое жилье? Понятно Так, вот истец говорил же о том, что инициатива по ремонту была только ваша Это соответствует действительности? Ну, сначала он, конечно, сказал, ой, меня устраивает и туалет, и все, всю жизнь я так живу и так далее А туалет что, на улице был? На улице, конечно А теперь? А теперь он в доме, теперь канализации сделали Туалет-то куда ходите? На улицу или в дом? Извините! Я задаю вопрос Там и ванны сделаны Туалет, который сейчас сделан В доме? Ну, конечно Ну, так удобно в дом-то ходить? Удобно А не на улицу бегать? А на улице полезно Зимой особенно? Да Здоровье только приобретаю Продолжайте Все было уже хорошо Вот когда строительство само началось, этого дома, уже все нравилось Уже и теплые полы нравились, конечно И то, что душ, и то, что не надо дрова колоть И не то, что воду таскать, бог знает откуда 300 метров у нас колодец вообще от дома Все сразу было оценено, все было замечательно и хорошо Пока вот не начались какие-то внутренние конфликты Я не знаю даже из-за чего, я думаю, что он просто нас выжить хочет И чтобы у него остался этот теперь дом замечательный с ремонтом Конечно А он приведет там другую даму Я понял вас, значит, я вижу, что вы заявили свидетеля Да Это сын, да? Сын Пригласите свидетеля-ответчика, пожалуйста Свидетеля-ответчика, пройдите Как вас зовут? Никонов Олег Сергеевич Вы понимаете, почему вы находитесь в суде? Да, понимаю Понимаете, вы по мнению истца проживаете в этом доме незаконно Истец требует, чтобы вы выехали, выселились из этого жилья Собственником которого он является Истец также требует, чтобы ваша мать тоже выселилась из этого дома Ну, на самом деле, те требования, которые он нам выносит, они не совсем правильные, понимаете? Но частично все-таки правильные Истец, на самом деле, он мерзкий, старый, жадный козел Да ты какое право имеешь меня так называть? Почему вы позволяете себе оскорблять участника процесса? Я делаю вам замечания Который Я лично Обустраивал его с мамой Нанимал работников Работников, понимаешь? Да ты не... Забери свое обусловие Ты ходил только с открытым ртом, как мать Смотрел на вот это все Так, я штрафую вас на 2000 рублей за нарушение порядка Извините, Ваша честь, но мне просто наполняют эмоции В суде вы Эмоции-то надо сдерживать Ну вот, когда мы занимались с мамой обустройством этого дома, да? Ты вообще не приложил к этому никаких усилий Во-первых, не тыкай мне Ни копейки не вложил Это не твое дело Итак, вы утверждаете, что ваша семья вложила значительные средства Да Но Истец против этого и не возражает Ну, а куда он денется? Конечно, он возражает Ну, не возражает, а какие проблемы? А Истец говорит о том, что вы Вы, именно вы, как свидетель и ваш брат Не имеете права там жить, потому что не зарегистрированы Вы там зарегистрированы или нет? Ну, то, что мы здесь зарегистрированы, это факт налицо Где зарегистрированы? В этом доме Да нет, ну где же зарегистрированы, когда вы имеете регистрацию у своей бабушки? Ну, зачем вы меня вводите в заблуждение? Вы что? Нет, регистрация это по месту прописки бабушки Да Именно это по месту А фактически мы проживаем в этом доме Ну, вы знаете, я не могу сейчас принять ваши свидетельские показания Потому что вы путаетесь и я отношусь к ним критически Так, дополнительные какие-то показания у вас есть или свидетельства? Я считаю, что все, что он говорит, это безобразие Нарушение всего порядка в суде Послушай меня В суде Удаляюсь для принятия решения Ты что, залахов держишь, а? Иди отсюда! Мы тебе ремонт делали! Иди отсюда! Ты что думаешь, что я сейчас с матерью возьму, так и уйду? Иди отсюда! А я тебя наизнанку выгоню! В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации Имущество каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью Если будет установлено, что в период брака За счет общего имущества супругов или имущества каждого из супругов Либо труда одного из супругов Были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества А именно капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование, либо другое Так вот, в суде установлено, что на самом деле Ваша супруга в период брака за счет собственных средств Произвела улучшение вашего имущества Поэтому в соответствии с решением суда Который вступит в законную силу через 10 дней после его оглашения Имущество, а именно половина вашего дома Будет считаться общим совместным имуществом вас и вашей бывшей жены Теперь то, что касается вашего требования о выселении Детей вашей бывшей супруги Оно удовлетворяется Вы не имеете права С момента вступления решения судебного в законную силу Находиться в этом доме Решение вам понятно или непонятно? Понятно, спасибо Слушание дела окончено Решение суда В основном иске отказать Встречный иск удовлетворить Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok